здравствуйте это канал дикий life я виталий дикий пожалуйста подписывайтесь на мой канал прошу вас делитесь этим видео лайкайте комментируйте сегодня нашим гостем будет известный украинский экономист финансовый аналитик алексей кущи здравствуйте алексей да добрый день я в общем спектр тем которые связаны напрямую с экономикой но в общем-то политическое влияние на эти процессы очевидно ну и я конечно же не могу обойти стороной интересное заявление и размышления за экономист они написали о том что ссылаясь на циологические опросы в украине правда не понимаю на какие если бы в ближайшее время в украине состоялись выборы зеленский может быть даже во втором туре проиграл бывшему главкому всу заложному сейчас посол великобритании если конечно тот решит участвовать в выборах нас к чему так готовят это элемент манипуляции или все объективно я думаю что нас готовят с помощью элемента манипуляции можно так сказать то есть потому что не верьте сейчас в социологию хотя есть даже там попытки закрытой социологии такой как бы называется социология с полей да есть у нас социологические службы которые в принципе и люди которые занимаются этой социологии уже давно они работают в полях как это обычно говорят о политтехнологии и они собирают данные закрытые есть информация но я все-таки призываю не верить в нее почему потому что не 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 вследствие того что хочу там поставить под сомнение чей-то труд просто я как бы как человек который занимался статистикой знаю как она работает и знаю как реальная ситуация которая сейчас у нас в обществе я прекрасно понимаю что сейчас социология это в значительной мере она дает очень результаты которые очень сильно отклоняются от реальных почему ну потому что во первых для того чтобы правильно разрабатывать социологические статистические модели нужно знать точную численность населения его структур потому что есть такой метод экстраполяции никто же не опрашивает там 20 28 миллионов украинцев опрашивают как правило так ну так называемую презентабельную выборку то есть берут например там несколько тысяч респондентов берут определенную структуру этих респондентов по гендеру по возрасту по образованию по профессиям ну и соответственно потом результаты этой репрезентативной выборки экстраполируют уже на общую численность населения поэтому для того чтобы как бы социология работала нужно понимать структуру численности это этого не понимаете сейчас никто поэтому вся эта социология ну она работает с очень большой погрешностью то что одно дело это делать экстраполяцию если население 28 миллионов человек а другой дело если 31 или 25 то тут то же самое можно сказать ее структуре поэтому здесь есть определенные ограничения в применении этих моделей второе это честность ответов потому что люди сейчас отвечая на ряд вопросов они отвечают то что от них хотят услышать или то что они думают что от них хотят услышать и отвечать как правило в рамках информационного мейнстрима который задается лидерами общественного мнения там спи сми и так далее поэтому это не значит что эти люди люди будут именно так голосовать на выборах и третий момент это состояние состояние коллективной психологической травматизации то есть люди находятся в состоянии психологического шока травматизированного сознания ну это знаете как человек который только выбрался из машины после автомобильной аварии если ему начать задать задавать например какие-то рациональные вопросы его ответы могут быть совершенно другими чем если бы спросили у него в нормальной обстановке поэтому настроение общества сейчас во время войны настроение общества после войны они не просто будут отличаться между собой они будут диаметрально противоположными поэтому я прошу прощения но концептуально мне хотелось бы знать ваше мнение нас я так понимаю потихонечку готовят каким-то движением которые могут означать проведение возможно избирательного процесса то есть выборы не за горами я правильно понимаю даже одним предложением можете ответить или все ну смотри да ну смотрите по моим оценкам по моим прогнозам мы банк improve облемом возможно в успех в первом пульвогоде двадцать пятого года а и высока то есть выборы сейчас связана сама с моделью заморозки войны то есть если трампу удастся провести модель заморозки войны о которой он говорит соответственно выборы будут в первом полгодке двадцать пятого года если заморозка войны ни произойдет но тогда ситуация может развиваться по к совершенно другому сценарию, и там уже будет не до выборов. Поэтому, если выборы будут, то я даю прогноз, что это первое полгода 2025 года. По поводу того, что готовят, да, мы видим сейчас уже ставки ряда западных СМИ. Они делают ставки в том числе на Заужного. Это уже очевидно. То есть, это идет раскрутка или предвыборная раскрутка. Заужное, очевидно, является одной из креатур части наших западных партнеров. В принципе, он так и выводился на политическую орбиту. Его достаточно долго вели с точки зрения, как бы, такого политического менеджмента. Поэтому сейчас он уже выводится как, знаете, как финальная ступень. Уже отстыковывается, и он выводится уже на политическую орбиту. Уже очевидно, кто будет выводить, и как, и каким образом. Умозаключение, которое интересно для обсуждения, я говорю о западной прессе, в первую очередь заявления политиков. Ну, вот экономист пишет о том, что у Зеленского, если он не отдаст свой пост, мягко говоря, у него есть альтернатива рискнуть ассоциироваться с военным крахом или неполным миром. А знаете, на чем они основываются? Дело в том, что Киев официально очень негативно воспринял развитие событий, связанных с Трампом. Речь идет об отказе Трампа назначить на большую должность своей администрации, Майкла Пампео. Он очень активно представляет украинские интересы, как считает официальный Киев. Более того, работает в одной из структур украинских. Ну, и так далее, и так далее. Есть ли связи? Что вы об этом скажете? Смотрите, Трамп и победа. Тут же не просто Трамп. Трамп это, ну, как бы, личность в истории, да. Но я просто считаю, что у нас очень такой близору... Ну, не у нас лично, а у части нашего общества, у части экспертного сообщества очень близорукое восприятие результата выборов в США. Вот они просто зациклились на персонале Трампа, не замечают, как бы, более масштабных вещей. А тут я бы обратил внимание просто на ряд этих вещей. Первое. Это не просто победа Трампа, это тотальная победа республиканцев на выборах. Это победа в Палате представителей, победа в Сенате. То есть это полный контроль за исполнительной, законодательной ветвями власти. Второй момент. Победа... Извините, победа была... Победа Трампа была убедительной и, я бы так сказал, всеобъемлющей. То есть она не оставляла никаких сомнений по поводу того, что он победил. Более того, это не победа самого Трампа, это победа республиканского политического нарратива в США. И тоже победа всеобъемлющая. И победа, не оставляющая никаких сомнений. То есть, о чем идет речь? Даже если это был бы не Трамп, вопрос в том, что американские политические элиты увидели то, что увидели изменение настроения в американском обществе. И это системные изменения, это инверсия, переворачивание этих настроений. И Америка, как демократическая страна, она не может не реагировать на эти общественные запросы, потому что, если политические элиты не будут реагировать на запросы снизу, точнее, не будут реагировать в виде изменений сверху, то тогда эти запросы снизу они просто могут вылиться в очень конфликтные, в такие, можно сказать, даже революционные события в виде гражданских конфликтов, столкновений и системной дестабилизации внутри страны. Поэтому американский дип-стейт, вот глубинное государство, оно делает все возможное для того, чтобы эти противоречия снять. И в данном случае на этих выборах мы увидели мастер-класс американского дип-стейта, глубинного государства. Почему? Обратили внимание, за несколько недель до выборов фактически полностью прекратился поток компромата на кандидатов с двух сторон. То есть все ожидали, что в последние недели две перед выборами будет выброс какого-то жесткого такого компромата в отношении Трампа и, соответственно, компромата в отношении Харрис. И все думали, что вот этот компромат, он как бы перевернет результаты выборов. Но, опять же, обращаю внимание, что ничего этого не произошло. Более того, многие прогнозировали какие-то гражданские столкновения в США, неповиновения, то, что и Капитолию укрепляли, и все остальное. Чуть ли не гражданскую войну прогнозировали в США. Но, как мы видим, ничего этого тоже не произошло. Выборы прошли относительно спокойно. Там ряд небольших демонстраций. То есть дип-стейт, он показал мастер-класс, как нужно переводить выборы на избирательные участки и вовремя снимать это напряжение. То есть, опять же, никаких там масштабных фальсификаций не было. То есть, опять же, это классическое, можно сказать, модерирование или менеджмент со стороны дип-стейта всех внутренних политических процессов в Америке. То есть, когда нужно, дип-стейт включается и начинает модерировать эту конфликтную ситуацию и ставит ультиматум двум кандидатам. Мы работаем только в рамках выборов и никаких больше компроматов, никакого больше обострения, никакой конфронтации, никакой дестабилизации. Знаете, когда-то в Советском Союзе такая была карикатура, но понятно, что она имела определенный идеологический оттенок и ее можно отнести к преувеличениям. Но карикатура заключается в том, что, знаете, как такой кукловод под названием дип-стейта, он на правой руке держит как бы марионетку в виде демократов, а на левой руке марионетку в виде республиканцев. Ну и, соответственно, как бы происходит кукольное представление в виде соперничества двух этих политических сил. А на самом деле за ними стоит вот такой карабас-барабас в виде дип-стейта. Ну, понятно, что это все как бы это идеологизированная карикатура, в значительной мере утрированная, но какой-то определенный смысл в этом есть. То есть дип-стейт это есть тот самый скажем так модератор, можно называть его не кукловодом, можно назвать модератором, арбитром, но эта модерация произошла по какой причине? Потому что, опять же, дип-стейт увидел эту инверсию общественных настроений, то есть тут вопрос не в Трампе, а вопрос в том, что позиция американского общества изменилась и позиция американских политических элит изменилась. Потому что, знаете, была бы проблема в одном Трампе, его можно переубедить, его можно нейтрализовать с помощью политических противовесов, например, как это было в период его каденции первой, в шестнадцатом, в двадцатом году, когда у него была оппозиционная палата представителей и известная Пелоси руководила ее, когда фактически дип-стейт блокировал значительную часть его инициатив, и Трамп очень много не смог реализовать. вот такая политическая нейтрализация имеется в виду с помощью сдерживания противовесов внутренних. Но тут вопрос не в Трампе, вопрос в том, что американское общество изменилось, произошла эта инверсия, это все, это данность, это реальность, с которой Украине нужно жить в ближайшие годы. И просто я хочу, завершая ваш вопрос связанный с Помпео, я несколько дней назад, еще до того, когда еще не было информации по Помпео, я написал о том, что в своем телеграм-канале, кстати говоря, написал о том, что Помпео не будет, по моим оценкам, в администрации Трампа, и в принципе, как видите, так и произошло. Почему? Потому что Помпео, он абсолютно вырывается из этого контекста, вот из этого нового нарратива республиканского, который сейчас формируется, и более того, это уже больше уже советы нашим политикам. Инструменты политического лоббизма в США работают, но сейчас они должны быть более мягкими, более тонкими, более системными, а не такими топорными, как были раньше. То есть вот эта дипломатическая хуцпа, или как у нас называют ее агрессивной дипломатией, она перестает работать, она раньше работала только в Германии, когда там канцлера называли ливерной колбасой, но она уже в Берлине, кстати говоря, это хуцпа перестала работать, ну а в США она никогда и не работала по большому счету, а сейчас и тем более. Поэтому инструменты лоббизма должны быть более тонкими. Помпео тут в данном случае и один из советов, если вы лучше кого-то берете в качестве лоббиста, не вводите его в наблюдательные советы украинских компаний. Потому что это очень сильно напоминает историю с Бурисмой и всем остальным. Республиканцев на это просто аллергия сейчас. Алексей, но вы же знаете, что будет не просто так, а для того, чтобы вот этими именами защищать свой бизнес внутри страны. Ну, это просто должна быть политическая позиция, надо просто дать бизнесу сигнал, что это перестало работать и больше этого делать нельзя. Это понятно. Ну, а теперь первые назначения уже произошли, значит, команду уже формируют, Трамп, о чем я хотел сказать, ну, вот смотрите, значит, буквально секунду, ну, вот давайте с чего начать. Ну, первое, самое важное, это то, что Трамп выдвинул ведущего Fox News Пита Хексеттона на пост министра обороны. Напомню, что этот человек к военному делу не имел никогда никакого отношения, но он активно критиковал помощь Украине, сосредотачивал внимание на том, что нужны жить внутриамериканские проблемы и не до нашей страны. Далее, Майкла Уотса, он назначил советником Трампа по национальной безопасности, тот же человек, который не то, что осторожно, а ярко проявлял свою негативную позицию по поводу Украины. Ну и самое интересное, думаю, для вас, как экономиста, это правда очень важно, это то, что Илон Маск и Виви Крама с вами совместно возглавят новый департамент эффективности правительства США, который будет заниматься проблемами экономического характера, системой управления, бюджетными вопросами и проблемами противостояния правительства ФРС. Ну то есть, в общем-то, это тоже те люди, которые активно и явно показывали свой негатив к Украине. Как вам такое? Ну, я бы тут как бы смещил немножко как бы оценку за счет того, что все-таки это было не негативное отношение к Украине как к стране, это была просто критика политических решений демократов. Ну, естественно, она была достаточно жесткой форме проходила. Поэтому это вот как бы ремарка по поводу того, что как бы такого негатива у них по отношению к нам нет. У них есть просто рациональные позиции, связанные с тем, что они прежде всего американские политики защищают интересы американских избирателей и они не являются знаете, как демократы, почему и демократы проиграли глубинную Америку и почему демократы вообще оторвались от микроуровня избирательного, то есть от таких широких слоев населения, от рабочего класса, от людей, которые находятся как бы внизу этой социальной пирамиды, почему демократы стали более такой элитарной, замкнутой такой кастой для высших, более высоких децелей, если так, статистическую терминологию применять американского общества, потому что они сильно оторвались от американских реалий стали какими-то чем-то похожими на этих троскистов-синдикалистов, то есть они либеральную идеологию, назовем это квазилиберальная, потому что она от либеральной очень серьезно отличается от классического либерализма, они квазилиберальную идеологию использовали как инструмент для всемирной квазилиберальной революции, ну то есть если там по налоге проводить, то это как вот когда-то большевики хотели мировую революцию рабочего класса, в принципе точно так же демократы они ставили перед собой цель вот этой мировой квазилиберальной революции, этим объяснялась политика в отношении многих стран мира, вот, и в том числе и политика в Украине, поэтому они вот постепенно начали превращаться в такой квазилиберальный неотраскизм, идеологически нетерпимый, идеологически агрессивный, ну и значительно в мере потеряли своих сторонников, поэтому республикации в этом плане это люди почвенники, то есть которые находятся на земле, стоят, прочно стоят на земле и понимают потребности американского общества. Теперь, что касается как бы этих всех назначений, это как бы назначение, ну по поводу нового министра обороны все-таки я читал в бэкграунде, он был там, воевал в Ираке, в Афганистане, по-моему, то есть он ветеран, то есть какое-то отношение к армии все-таки имел, хотя системно в Министерстве обороны действительно не работал. Что касается советника по безопасности Олца, однофамильца кандидата в вице-президенты Харрис, то это достаточно такая харизматичная личность, в свое время он даже написал книгу «Дума и действует как зеленый берет», сам он является как бы представителем зеленых беретов, и он является ярым сторонником усиления американского военного доминирования в Индотехокеанском регионе. То есть он считает, что главный противник США это Китай, и он считает, что Америке нужно сворачивать как бы атлантическую модель безопасности, ну или не сворачивать, а скажем так, минимизировать, и усиливать Индотехокеанскую модель безопасности, потому что очевидно, что с военной точки зрения США не тянут две модели одновременно, Индотехокеанскую и Атлантическую. А тут еще нужно сказать, что будет еще и арктическая модель безопасности, связанная с содержанием России именно в зоне Арктики, и для США и Канады, это, кстати, является очень таким серьезным вызовом, ну и еще и фактор Ближнего Востока, где США поддерживает Израиль. Ну, то есть, по большому счету, три вот таких доктрины, арктическую, Индотехокеанскую, Атлантическую, еще и в с довеском виде Ближнего Востока, но США явно потянуть по нынешним меркам не могут, поэтому им придется тут выбирать. И вот как раз новый советник по безопасности, который заменит Салливана, он будет смещать зону американских интересов в Индотехокеанский регион. Здесь еще очень интересно назначение Стефаник на должность постоянного представителя Совбезион, тоже такая интересная, как бы, интересная политика. это связано скорее будет с поддержкой достаточно с продвижением оппозиции США в Совбезе ООН, связанной с обострением отношений с Ираном, Китаем и поддержкой Израиля. И в данном случае тоже для нас такие достаточно тревожные новости. Почему? Потому что Америка начнет достаточно жесткую такую назовем сцепку с Израилем совместную в ООН. А Израиль, как известно, находится в конфронтации с Организацией Объединенных Наций. Там целый ряд событий прошел. Не буду просто на этом останавливаться. Отдельная тема. Но вот недавнее заседание, которое происходило, это Арабо-Исламский Совет, который проходил в Саудовской Аравии, то есть который объединил не только Арабский мир, но и Тюркский, там и Турция была. То есть это более широкий такой исламский кластер геополитический. Там была принята декларация, которая призывает приостановить членство Израиля в Организации Объединенных Наций. Не исключить Израиль, а именно приостановить членство. Ну и там были ключевые арабские страны, такие как Египет, Саудовская Аравия, ну и Турция, которая не является частью арабского мира, но является частью мусульманского мира. Поэтому в данном случае США будет вот эту сцепку с Израилем более усиливать в Совбезе, ну точнее для защиты интересов Израиля в Совбезе, так как Израиль не является членом Совбеза, США является. И тут нужно понимать, что с точки зрения геополитики, знаете, как ты написал даже статью, что это не Израиль привязан к геополитической колеснице США, это США привязаны к геополитической колеснице Израиля, если вспомнить название колесницы Меркова на иврите, кстати, танк назван израильский таким образом, вот к этой Меркове израильской как бы прикована именно США, поэтому США будут вне зависимости на контекст, геополитический контекст защищать Израиль и консультация с Ираном очень вероятна. Но это все ослабит позиции США в Совбезе и позиции США в ООН, потому что любая атака на Иран или на Китай она вызовет конфронтацию с частью стран глобального юга, которые ориентируются на Китай и Иран. А этих стран уже достаточно много. То есть ООН ожидает определенный внутренний раскол. И вот этого единства организации объединенных наций в части каких-то консолидированных позиций территориальной целостности и так далее вот этого единства уже может не быть. Ну и Совбез, ООН он тоже в этом плане там я ожидаю, что влияние России и Китая может усилиться за счет того, что позиция США она немножечко отойдет от позиции общего скажем так западного мира, потому что Европа например выступает против политики Израиля в отношении Палестины. глобальный юг в значительной степени осуждает Израиль и выступает против его политики в отношении Палестины. Ну то есть такой вот единственный союзник, который продолжает поддерживать Израиль это США. Ну и вот получается, что США и Израиль не могут оказаться в таком скажем так ну если не меньшинство назвать и не одиночество но то есть в определенной оппозиции к значительной части членов организации объединенных наций. То есть это тоже нужно понимать что это такие риски существуют. То есть это вы говорите о тех задачах которые сейчас стоят и вызовы перед Соединенными Штатами Амирики. А теперь относительно можете коротко о Илоне Маске и Вивеке и Рома с вами они совместно возглавят департамент эффективности правительства США. Основные ключевые месседжи задачи которые перед ними стоят и как это окнется вообще для США. Ну вообще интересно я честно до сих пор не понимаю формат этого Дума Вера так как они вдвоем будут управлять может кто-то должен быть главным но вообще это интересно Иван Маск вообще в команде Трампа это очень ценное приобретение я бы сказал одно из ключевых я вообще как бы вижу два таких приобретения это Кеннеди младший Роберт Кеннеди младший и фактически это возвращение клана Кеннеди в политику до этого клан Кеннеди был зачищен почти в там в худших традициях европейского средневековья когда там некоторые феодальные кланы там фактически уничтожались полностью и он фактически был вытеснен из политики сейчас мы видим возврат этого клана и вообще как бы интересный политик но самое лучшее конечно приобретение республиканцев это Илон Маск потому что ключевая задача которая стоит перед Америкой сейчас это ну я бы так сказал две задачи первая задача это тактическая это сокращение дефицита бюджета который вырос до катастрофических 6% ВВП для этого нужно сокращать бюджетные расходы увеличивать бюджетные доходы и при этом республиканцы хотят снизить налоги то есть это очень противоречивая модель это одна из тактических задач вторая такая подзадача это решение проблемы с государственным долгом тут как раз с использованием инструментов цифровых валют криптовалют тоже отдельная тема даже разговора как это будет делаться или прямого давления на ФРС да абсолютный контроль на ФРС тоже это одна из задач не такого не тотального давления но скажем так лишение полной независимости ФРС потому что Маск даже запустил такой хэштег EndFed то есть конец федеральной резервной системе Федрезерв тут тоже это будет решаться задача то есть попытка влияния на монетарную политику которая сейчас кстати говоря полностью зависит от ФРС а по большому счету ФРС это Оудстрит а Оудстрит это демократы попытка перехватить здесь образы правления ну а стратегическая задача это новая индустриализация США и новая технологизация то есть Америка почти утратила лидерство в шестом технологическом укладе и уступила его США для Америки это катастрофическая ситуация потому что если Америка не перехватит лидерство в новом шестом технологическом укладе то будущий масс-маркет который будет доминировать масс-маркет в производстве товаров и услуг будет доминировать в ближайшие 30-30 лет он будет производиться не в США а будет производиться в Китае цен первенство первенство в объеме производства при этом сохраняя контроль за технологиями за патентами технологиями за Betty Дрое дело утратить первенство, утратив его не только в производстве, в штуках телефонов, но и утратить первенство в технологиях, патентах и в идеях. Поэтому пока США здесь еще сохраняет лидерство именно в технологиях, патентах, но если дело пойдет таким же темпом, то это лидерство может быть утрачено. А Европа его уже утратила, то есть Германия уже пропускает шестой технологический уклад, то есть это уже видно, пытается судорожно спасти производство пятого, четвертого, пятого технологических укладов, то есть это автомобилестроение, электроника, о шестом технологическом укладе речь вообще не идет. Ну а Франция даже не начинала с Британии попыток войти в него. Поэтому Европа в этом плане уже пропускает эту остановку в виде шестого технологического уклада. Поэтому единственная надежда западного мира это США, который становится сияющим граном на холме с точки зрения шансов сохранить технологическое лидерство. То есть это единственный кластер экономический западного мира, который может соревноваться с Китаем и сохранить технологическое лидерство. Ну а единственная надежда Америки в этом плане на новую технологизацию, индустриализацию это республиканцы, потому что демократы очевидно ничего существенного в этом плане предложить не могли. Ну а тут как раз Маск будет ключевой фигурой, потому что он носитель технологического сознания, он носитель технологических компетенций и он вообще как бы носитель именно технологического мировоззрения. То есть он человек технологий, который понимает их важность и их значение для развития экономики. Поэтому он будет играть, я бы сказал так, тут неважно какую должность он будет занимать, можно назвать должности главного советника и главного идеолога, как угодно. Тут он будет играть роль идеологического центра этого развития. То есть это будет интеллект, это будет воля в лице Маска, которая будет двигать всю республиканскую команду именно в нужном, правильном технологическом направлении. Ну а кстати, по поводу заявлений Маска, которые касаются Украины, мы, главное, переходим снова к украинскому вопросу. Значит, Маск сказал о том, что необходимо срочно уже, когда на полных правах будет себя чувствовать в овальном кабинете Трампа, провести абсолютный аудит всей американской помощи. Потому что он считает, что в том числе помощь, которую мы получаем, это выглядит как формат взаимодействия украинской власти, используя коррупционные деньги для подкупа определенных республиканцев, как я понимаю, да, чтобы они шли навстречу, я уже не говорю про демократов, да, но вот он эту модель срисовал, и он убежден, что она существует. Хотя украинская власть говорит, что такого нет, но все же он считает, что это все нужно прекратить. Хотел бы знать ваше мнение. Ну, дело в том, что здесь, скажем так, есть определенное преувеличение со стороны Маска, потому что основные оружейные заводы в США, они как раз принадлежат республиканцам. То есть, вот эти все деньги, которые выделялись на вооружение для Украины, они шли потом в карманы собственников этих заводов. Это были основные... А, извините, у республиканцев есть раскол внутренний, сами это не признают. Одно крыло за помощь Украины, а второе против, категорически. Ну, я бы сейчас сказал, что у них сейчас такого уже раскола по большому счету нет. Есть просто раскол в части, как произвести заморозку войны. То есть, делать это быстро или медленно. Самого уже смыслового раскола нет. Там уже как бы есть определенный партийный в этом плане консенсус. Ну, то, о чем говорит Маск, это то, что они были, вот, республиканцы были взбешены тогда, когда посол Украины в США, Маркаров, организовал визит президента Украины на один из военных заводов, который размещался в одном из неопределившихся штатов. То есть, и республиканцы посчитали это как элемент политического, как бы инструмент политического влияния. Ну, и помните тогда просто такие гневные твиты были им республиканцев, в том числе и Трампа. Поэтому это все отголоски вот этого вот, я считаю, что здесь посол Украины в США сделала очень серьезную стратегическую, концептуальную ошибку и, можно сказать, даже подставила президента в какой-то степени, потому что нельзя было, ну, точнее, нужно было объяснить внутреннюю специфику политического избирательного процесса в США и уберечь, скажем так, предупредить о том, что это может привести к негативным последствиям. Ну, я так понимаю, что некоторые политики у нас, они сделали полную ставку на демократов, но нельзя так делать, потому что всегда нужно, как говорят, держать яйца в разных корзинах, да. Американские выборы, они во многом, во многом являются сложно прогнозируемыми. Ну, я, например, летом сделал свой прогноз, я написал о том, что Трамп победит, республиканцы победят на выборах в Сенат и в Палату представителей. То есть я такой прогноз дал, как видите, этот прогноз полностью оправдался. Поэтому, в принципе, нужно было прислушиваться, в том числе, к альтернативным мнениям. Но уже как получилось, так и получилось. Поэтому сейчас, я бы сказал так, то есть ключевой момент, на который постоянно буду обращать внимание, это на фундаментальные изменения настроения в американском обществе и изменения позиций американского Deep State. Потому что Америка оказалась, ну, скажем так, перед ключевыми экзистенциальными вызовами современной истории. Почему? Потому что сейчас формируется шестой технологический уклад. Соответственно, формируется масс-маркет будущего технологического уклада и база роста мировой экономики на ближайшие 20-30 лет в рамках длинных вот этих кондратьевских циклов экономического развития. Когда первый полуцикл – это рост, потом как бы снижение. Вот мы сейчас находимся на цикле снижения пятого технологического уклада и перехода к шестому. Если и основной нерв нынешнего глобального противостояния заключается в том, что США должны выиграть эту технологическую войну у Китая. Тогда по итогам первых 50 лет нынешнего столетия, это определит, скажем так, результаты противостояния Китая и США по результатам первых 50 лет нынешнего столетия, 21 века. То есть, вот такой как бы полувек или первые 50 лет, вот в 2050 году фактически тогда будет счет 1-0 либо в пользу Китая, либо в пользу США. А вообще этот матч, он на весь 21 век. И по итогам 21 века тогда уже, ну естественно, мир приходит с совершенно новой конфигурацией. Поэтому это такая большая игра, она на десятилетие, но первый промежуточный тайм будет сыгран вот в ближайшие несколько десятилетий. Соответственно, ну Америка сейчас будет занята вот исключительно, в фокусе внимания будет исключительно вот эти события. Украина уйдет на второй план и не исключено, что мы будем иметь серьезные проблемы с финансированием и с помощью, правильно я так понимаю? Украина просто уходит из фокуса внимания, из фокуса внимания и более того, атлантическая модель уходит из фокуса внимания, потому что атлантическая модель это наследство британской колониальной политики по отношению к Европе. То есть, это модель влияния извне на европейский континент и модерирование вопросов безопасности через атлантический регион, через зону Атлантики. То есть, это такое влияние морских империй на европейские сухопутные, скажем так, системы. В том числе, если первая и вторая мировая война, это фактически борьба с попытками создания германской сухопутной империи. И сдерживание с помощью именно морских империй, таких как Британия, а потом США. Ну, естественно, вторая мировая война, это уже было в союзе с Советским Союзом, но это такая вынужденная была для Америки и Британии геополитическая сделка. Но потом, как мы видим, атлантизм, он фактически, как имперский такой скипетр, Британия передала по наследству в США. Но любая модель, она же имеет циклы жизни. То есть, она имеет цикл зарождения, роста, выхода на максимальную, скажем так, потенциал. Потом цикл спада и распада и вообще аннигиляции. Поэтому победа в Холодной войне, это фактически был апогей, скажем так, этой модели. А сейчас она движется к перегею, то есть уже как бы к минимальной точке своего потенциала. Причем этот атлантизм, он будет смещаться в сторону, как я уже сказал, арктического региона. Поэтому, может быть, скоро вместо НАТО у нас будет Арто, страны арктического договора. А не Атлантического. Поэтому Европа, если обратите внимание, она будет оставаться вне вот этого противостояния ключевых кластеров. То есть, допустим, основные события будут выдать в Ихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке происходить. Основное противостояние, как я уже сказал, это Китай-США. А вообще это новая революция глобального юга. Борьба глобального юга за эквивалентный глобальный обмен. И борьба с инструментами западного мира. Такими финансовыми инструментами, прежде всего. Которые являются основой неэквивалентного глобального обмена, от которого страдают страны глобального юга. То есть, это все, это все эти процессы. И то, что мы сейчас видим в Евразии, это фактически формирование этого, скажем так, глобального евразийского острова в виде Китая, России, Ирана, КНДР. Дрейф Индии в сторону этого глобального острова, расширение БРИКС, в котором раньше были только, допустим, пятерка стран. Сейчас мы уже видим, это фактически по экспоненте пошло расширение участников. Поэтому это как бы и модель, своеобразная модель матрешек, где там в середине Думвират России и Китая. Потом идет матрешка Шанхайской организации сотрудничества, там уже с включением Индии. Потом идет БРИКС, это уже включение Латинской Америки, Африки. То есть процессы очень такие глобальные, а Европа, она будет в этом плане оставаться в стороне от этих процессов. То есть это будет как, знаете, как по умолчанию некая лавка древности и такой музей под открытым небом. По большому счету, сейчас из глобальных игроков никто не хочет проводить какое-то, скажем так, доминирование, политика доминирования или агрессии по отношению к Европе. Потому что Европа перестает быть носителем геополитической капитализации. Там нет природных ресурсов, постепенно затухает как бы инновационный потенциал, человеческий потенциал. Ну то есть смысл какой Китаю конфликтовать с Европой или даже Россией. Хотя у нас многие говорят о том, что Россия собирается захватить Европу. А простой вопрос, зачем России захватывать Европу? Ну что Россия приобретет от захвата Европы? Какую добавочную стоимость геополитическую она приобретет? Поэтому Европа это по умолчанию и как консенсус между крупнейшими геополитическими игроками, она будет находиться в своеобразном геополитическом лимбе, в таком чистилище. То есть не ад и не рай. А основные события будут разворачиваться по периметру Евразийского глобального острова, в Индотихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке. То есть это вот основные ключевые точки, где будут сходиться силы ведущих игроков. Да, но вернемся к событиям, связанным с Украиной. Вот вы вспомнили относительно подставы Маркаровой президента Украины. По крайней мере сейчас активно действительно в Украине обсуждается история со сменой посла, там номинируется. Во-первых, давайте с Маркаровой разберемся практически коротко. Насколько я понимаю, я так думаю, ей предложат какую-то должность. Раньше говорили о том, что это может быть премьер-министра должность, потом, в общем-то, вроде не договорились, но в любом случае ее куда-то приспособят на высокий государственный уровень. Или она будет сегментирована в каких-то своих направлениях, так как вас уже не будет нужна. Ну, смотрите, у меня это вызвало, извините, вызвало улыбку. Почему? Потому что у нас, в принципе, может быть все что угодно, по большому счету. Поэтому я тут, как бы, оставляю определенную степень вероятности на любое решение, потому что у нас, в принципе, может быть, как я уже сказал, все что угодно. Но с точки зрения политики и рациональных решений, это было бы самой большой глупостью сейчас назначать Маркарову премьер-министра. То есть назначить премьер-министра Маркарову, это была бы самая большая политическая ошибка и самая большая глупость, которую только можно себе представить. И даже не на пост премьер-министра на любую другую весомую государственную должность, а на невесомую, она как бы сама не согласится. И тут вопрос не в личности Маркаровой, не в личном отношении к Маркаровой. По-разному можно относиться к ней как к профессионалу. Одни считают, что она высокий профессионалист, другие критикуют. У меня были претензии, связанные именно с работой Маркаровой в части государственного долга. И рынок ОВГЗ, как функционировал при ней, насколько соблюдались перетоки инсайдерской информации, насколько соблюдались контроль и ограничения аффилированных связей. То есть это все знаки вопроса. Я здесь ничего не утверждаю, у меня были просто вопросы, на которые я лично не получил ответы и общество не получило ответы. Аффилированные связи между властью и рынком ОВГЗ во время Маркаровой не существовали или не существовали. Допустим, переток инсайдерской информации между Министерством финансов и рынком ОВГЗ, участником рынка ОВГЗ, происходил или не происходил. То есть это те вопросы, на которые нужно было дать честный ответ, и этих ответов не было, поэтому тут оставляем это все по знакам вопроса. Но это все как бы в прошлом. На самом деле Маркарова это же продукт, политический продукт демократов. Почему я улыбнулся, когда вы сказали, премьер-министр. То есть Маркарова это человек, полностью интегрированный в демократический политический эстеблишмент США. Эта интеграция произошла еще в бытность Яреська, и потом она усилилась. Недаром после отставки Маркарова была отправлена именно в США в качестве посла. Поэтому в данном случае, знаете, было бы верхом глупости назначить ее сейчас на какую-то весомую старшную должность, учитывая отношения к ней республиканцев, которые сейчас обладают всей полнотой власти в США. Ну, то есть, да, ну, если ставится цель, например, конфронтации с американской администрацией, то тогда Маркарова становится идеальным кандидатом. Тогда нужно действительно тогда назначать, тогда отношения будут окончательно испорчены и уже никогда не смогут выйти на нормальный уровень. Поэтому, ну, я думаю, что... Очевидно, но если по судьбе Маркарова мы еще можем иметь какую-то определенность, хотя всякое может быть, что касается назначения нового посла, значит, кандидатурами рассматриваются такие люди, как Милованов, есть такой странный человек в украинской политике, бывший министр экономики. Потом, насколько я понимаю, даже Горелия Мельники, который сейчас там в Латинской Америке работает послом, по-моему, в Бразилии, я точно не помню. Это тот, который был в Германии и назвал ливерной колпасой Шольца, если я не ошибаюсь. Ну, и другие странные типы, которые, как всегда, возникают как грибы после дождя, которые просто лояльны ближе к власти. Ну, не хочу называть их фамилии. Но все же, что вы думаете? Ну, смотрите, если вы говорите о Милованове, ну, тогда Милованов, в принципе, как финализация кадровой политики в виде винегрета или ассорти, которая у нас происходила последние годы, то есть, знаете, это когда люди, во власть попадали случайные люди, которые проходили практически через все должности. То есть этот человек мог быть, например, там, как Милованов, он мог заниматься сельским хозяйством и аграрной реформой, потом он мог заниматься Укарбранпромом и оборонной промышленностью, потом он мог заниматься образовательными проектами, до этого он был членом наблюдательного, членом Рады и Национального банка, занимался монетарной политикой. Ну, то есть вот такая вот называется и чтец, и жнец, и надуде, и грец. То есть это политика кадрового ассорти или винегрета. То есть когда в закрытом властном контуре циркулируют одни и те же персоналии, и вследствие этого возникает искусственный дефицит кадров, потому что заброс свежих сил в этот закрытый контур не происходит, и, соответственно, одни и те же кадры, они тасуются как замусоленные карты одной колоды на разных должностях. Недавно, напомню, Милованов даже, по-моему, хотел избраться на должность ректора КПИ, ну, Киевской университеты Киевской политехники. Ну, назначение, в таком случае, назначение его послом, оно как бы стало бы венцом этой всей хаотичной кадровой политики. То есть этого, я бы так сказал, кадрового маразма, в котором мы жили все эти годы, и тогда это вот просто будет такая вишенка на торте. Поэтому, в данном случае, с точки зрения внутренней логики, возможно, это было бы, знаете, очень таким логичным назначением. Но, опять-таки, Милованов, он, ну, насколько это видно, симпатии его были на стороне демократов. Ну, во всяком случае, я сделал такой вывод. Куда его не примут, это правда. Я, кстати, об этом хотел вас спросить, вы упредили мой вопрос. Он всячески показывал свое восхищение Пайданам и демократам. Да, да, да. Поэтому, знаете, присылать его сейчас в Америку, как где фактически произошел республиканский ренессанс политический, ну, это, опять-таки, вызвать резкий гнев американского эстеблишмента и просто ухудшить ситуацию до, там, нулевой точки. А что касается Мельника, знаете, Мельник, да, он был в свое время, когда был посолом в Германии, он был представителем вот этой модели агрессивной дипломатией, у нас называли это агрессивной дипломатией, я это называю геополитическая хуцпа. Ну, то есть, знаете, вот хуцпа, это такое вот явление в Израиле есть, она как бы такая самоуверенность, я бы назвал таким простым словом нарванность. Вот это геополитическая хуцпа. Вот он был представителем этой нарванности, такой геополитической хуцпы, но по своей сути он таковым человеком не является. То есть, он, в принципе, показал очень такой высокий уровень политической мимикрии под требуемый мейнстрим, потому что, когда он уже был уволен с поста посла в Германии и попал в Бразилию, по-моему, да, то он уже совершенно другой риторики придерживался. Она уже была более рациональная, более взвешенная, более конструктивная. То есть, это говорит, что он, в принципе, очень сильно мимикрирует просто под запросы, ну, под запросы, там, генеральной линии партии, назовем ее так. Вот, поэтому, как кадровый дипломат, я не знаю, не могу дать ему оценки. Я считаю, что как раз самое, ну, скажем так, негативное, это было назначить США сейчас опять какого-то бывшего чиновника или бывшего политика. Как у нас там Венедиктова поехал послом в Швейцарию, бывший генпрокурор Данилов, бывший секретарь РНБО, должен был поехать послом в Молдову, но не поехал. Вот, Завужный поехал послом в Британию, не умея, не владея полностью в совершенстве английским языком. Ну, то есть, вот, слушая его выступление, которое недавно было, ну, извините, но это какое-то позорище с точки зрения владения языком. Вот, ну, такое вообще, как бы, недопустимо ехать в Лондон, не имея разговорного английского языка. Поэтому я считаю, что у нас есть, ну, я думаю, что, во всяком случае, есть кадровые дипломаты именно американского направления, то есть, американисты, которые хорошо погружены в эту специфику, республиканскую, демократическую, и которые не запятнали себя какими-то радикальными заявлениями, например, в пользу той или иной политической силы, не позиционировали себя как сторонники, там, например, исключительно Байдена и демократов, или там Харрис. Вот, и таких людей надо просто, как бы, ну, вернуть и, как бы, выбрать. У нас есть хороший... Интересный же вопрос, вернутся ли они в эту систему координат, которая связана с Зеленским и Тарас. А, во-вторых, вот тоже интересный момент, это так, просто иллюстрация. Оказывается, Кулеве, бывшего министра иностранных дел, было предложение, в общем-то, сменить Маркарову, но он отказался. Почему это на его совести оставим? Но в любом случае, я думаю, что дыма без огня не помогает. Знаете, что человек чувствует, либо что-то пролонгирует в своем будущем, абсолютно не связанное с этими людьми, которые сейчас при власти. Вы хотели откомментировать эту историю? Ну да, я просто, да, мой небольшой комментарий. Дело в том, что, знаете, если это не в рамках служения конкретным персоналям, а в рамках служения государству, то есть государственный человек, такие люди найдутся, которым просто нужно сказать, что государство сейчас находится в очень сложной ситуации, от их профессионализма зависит выживание государства, выживание нации в ближайшее время. Они будут просто, они нужны сейчас в стране. Ну так тогда, да, тогда люди поедут. А если им сказать, что будете выполнять, как бы, просто какие-то волонтаристские решения, с вами никто не будет советоваться, а будете делать то, что, как бы, вам говорят, ну да, тогда многие могут и отказаться. Ну а теперь о войне, о том, в общем-то, в каких обстоятельствах мы живем. Ну вот The Telegraph пишет о том, The Economist, простите, пишет о том, что от Зеленского скрывают реальное положение дел на фронте. Волон там в теплой ванной. Ну вот обычная история. Я, может быть, ну как бы не касался этой темы, но видите ли, эту тему не только поддерживают западные СМИ, но и украинские военные в том числе говорят. Политики близкие, да, там, но не связанные с окружением Зеленского. Они тоже намекают на то, что есть определенное разногласие. Более того, мне кажется, что власть активно манипулирует высокопоставленными лицами в военном кабинете. Ну вот я недавно обратил внимание на какую-то странную встречу с Терненко. Я не хочу его пиарить, да, там человека, который разыскивается ТЦК и, в общем-то, там должен был быть призван, и об этом активно говорили военно, и тут он встречается с Главковым Сырским. Как это выглядит в глазах обычных украинцев, которых бассифицируют и все, что с этим связано. Как вам такой факт и ваше мнение? Ну, то, что касается иконамистов и статьи «Иконамистов», я думаю, что, естественно, вам скажу, я очень разочарован в последнее время, ну, даже не в последнее время, а в последние годы качеством журналистики западной касательно Украины. Мне такое впечатление, что они, как бы, приезжают в Киев, эти журналисты находят первопопавшегося человека, который ходит по Печерску, заводят его в кафе и просто берут какие-то сплетни, которые не имеют общего ничего, ничего общего не имеют с реальностью, и потом начинают тиражировать с таким, как бы, умным видом, как будто бы это какая-то серьезная аналитическая работа. То есть, качество этой журналистики резко упало. Я не знаю, с чем это связано. Либо, может быть, сюда, как бы, хорошие журналисты не едут, либо эти журналисты, они тут придерживаются стратегии, называется, приехал на пару дней, быстро что-то схватил и уехал. Но качество этого анализа упало. Более того, очень часто я лично, как человек в этом плане, ну, как я, как глаз на мед, он уже сам много писал для различных западных изданий. Поэтому я вижу уже, что есть определенные элементы, которые связаны с манипуляциями и различными вбросами. Вот. Поэтому эти вбросы могут происходить с разных сторон. Поэтому и с разными политическими целями. С разными политическими целями. Поэтому мы сейчас видим, что идет очень четкая политика связанная, что, во-первых, создание негативного такого, скажем так, бросить тень на Зеленского, как президента страны, то есть показать, что он там в сауне какой-то находится или в теплой ванной, как это написали. И со слов какого-то там источника. С другой стороны, мы видим, что вот в вбрасывании идет информация о том, что вот заложенный побеждает во втором туре. Это все как бы звенья одной цепи на самом-то деле. То есть это звенья одной цепи, которые уже, это уже начинаются первые пробные шары с точки зрения манипулирования. Манипулирования и моделирования будущих выборов. И в этом плане, конечно, это очень печально, что западная аналитика, она как бы те самые стандарты BBC, о которых там часто говорили, они уже остались в прошлом. Поэтому тут оставим на совести этих западных журналистов. Ну а ситуация с Останенко, честно говоря, я даже не хочу комментировать, потому что это выбор Сырского, с кем ему встречаться. Но он посчитал, что для него вот эта встреча принесет какое-то, я не знаю, там может, я даже не знаю, что принесет, но он так решил, встретился. Я, например, в этом плане больше задал бы вопрос, почему нет у нас полноценного стратегического комитета в военном руководстве. Именно стратегического комитета, который был бы составлен не только из военных, но и из аналитиков, не только военного профиля, но и аналитиков, которые могут дать честный анализ и честную оценку демографического потенциала, мобилизационного потенциала, экономического потенциала, которые бы давали честную картину происходящего. Это, да, если бы такой бы стратегический комитет был, составлен из таких людей, которые давали бы честную картину, то, возможно, не было бы ошибок, которые допускаются, в том числе связанные с мобилизацией и со всем остальным. Поэтому вот это меня больше беспокоит, чем встречи с различными людьми, за которыми я, честно говоря, не слежу за их судьбой. Простите, но как раз речь идет, я просто расставлю все точки над, и не по факту самой встречи, а по факту того, что именно военные представители ТЦК обвинили в том, что Стерненко, значит, уклоняется от службы, ну, это их проблема, да, и они объявили его в розыск, думайте, то есть, вдумайтесь, уважаемые зрители, и тут Стерненко встречается с главкомом. Мне кажется, что это даже как-то сюрреалистично, да, выглядит, это даже парадоксально, и я о том отношении обычных граждан, которые на это все смотрят, которых, еще раз напомню, активно бусифицируют постоянно, это же можно наблюдать системой, да, вот этот внутренний стержень, боевой дух, ну, как это все выглядит, ну, это же неправильно, мне кажется. Ну, у нас вообще весь корпус законодательства, связанный с мобилизационными практиками, он оторван от реальности, ну, надо честно это признать, он оторван от реальности, потому что закон должен быть суров, но он должен быть справедлив. То есть, это у нас почему-то все время помнят о первой части этой фразы, вот, о том, что закон суров, но у нас почему-то забывают, что закон должен быть справедлив. Поэтому, знаете, вот этот, когда законодательство отрывается от реалий, то, в принципе, это приводит к тому, что девальвируется вообще отношение общества к законодательству, обесценивается это отношение, и происходит системное невыполнение законов. Системное невыполнение законов происходит тогда, когда законы отрываются от реальности. Ну, простой пример, можно ввести, например, смертную казнь или там штраф в миллиард долларов за переход светофора на красный свет. Это будет просто неадекватная система наказания административному правонарушению. Вот, это приведет к тому, что либо этот закон будет саботироваться, либо он приведет потом к тому, что он вызовет какое-то внутреннее общественное сопротивление. Вот, поэтому это очень опасно, когда законодательство отрывается от реалий. Вот, баланс между справедливостью и суровостью закона, он всегда должен сохраняться. Вот, и он должен быть неотвратимый, то есть, на чем базируется вообще любая правовая система, она базируется на неотвратимости и неизбирательности правосудия. То есть, неотвратимость, это означает, что любое нарушение закона, оно приводит к последствиям, но при этом закон должен быть справедливым, и он должен быть не оторванным от реальности. То есть, он должен выражать некий консенсус между политическими элитами и обществом, потому что он все равно принимается депутатами, которые являются представителями народа. Поэтому депутаты должны голосовать так, как в интересах народа, а не в интересах, как они видят эти интересы, или, допустим, как им об этом говорят. Они должны защищать интересы народа. Неизбирательность означает, что закон должен в отношении всех функционировать. Ну, поэтому, как бы, вот такая история. У нас это просто такая системная проблема. Каста неприкасаемая, она как существовала, так и продолжает существовать. Ну, и последний раздел нашего общения, это очень важно. Значит, обратите внимание, уважаемые зрители, западная украинская пресса пишет о том, что украинцы стали меньше донатить на вооруженные силы Украины, и связано не из-за того, что они консутствуют желания, а из-за того, что у них нет ресурсов, потому что за вот эти последние годы войны украинское общество очень сильно обеднело. По факту, значит, как бы об этом странно не говорили, но есть люди, которые, наоборот, это все отрицают. Вот один из них, это инвестбанкир Фурса, он заявил о том, что в Украине цены растут из-за стремительного роста зарплат. Ну, прям гениально, да, и в то же время... А кто заявил? А кто заявил? Фурса. Фурса. Такой человечек, он сейчас работает с Фиалой, да, там на новом времени системно ведет свой блог. Инвестбанкир, экономический обозреватель, и он говорит о том, что действительно вот стремительный рост цен, значит, ведет к тому, что, ну, в смысле, следствие стремительного роста зарплат. И в то же время там министр, например, я просто так с потолка беру, министр образования Украины заявляет, что если и будут подниматься зарплаты учителям, то уже только после окончания войны. Я хотел бы, чтобы вы этот клубок развязали. Объясните, откуда эта информация, что это за заявление, и какая реальная составляющая всех этих процессов? Ну, заявление, оно, как бы, сделано в рамках того министрима, в котором, как бы, находится сам Фурса. То есть, здесь нужно, как бы, понимать, что человек находится в определенной идеологической парадигме. Это квазилиберальная парадигма. Опять же, почему квази, потому что она, как бы, к реальному либерализму не имеет никакого отношения. Она заключается в том, что, ну, государство ничего никому не должно, и социальная поддержка – это вообще лишнее. Все должно быть платное, каждый должен занимать тот уровень, который соответствует его рыночной капитализации. И, как бы, все, что связано с социальной политикой – это зло. На самом деле, люди все должны покупать по, как это говорится, по так называемой, ну, опять же, модель рыночных цен, она, в принципе, является абсолютно адекватной, с точки зрения, если не рассматривать различные экстремальные моменты, связанные с военным временем, экстремальные моменты, связанные с монопольными ценами и так далее. А в рамках вот такой вот идеологии, который придерживался всегда Фурса, например, он считал, что коммунальные услуги должны стоить столько, сколько они реально стоят, и никакой там социальной поддержки населения быть не должно. Там, условно говоря, нужно платить за отопление квартиры 30 тысяч гривен, значит, нужно платить 30 тысяч гривен. А кто не может платить, значит, он не может претендовать на квартиру, в которой есть тепло, потому что Мерседес не заправишь на АЗС бесплатно. Ну, вот такая вот логика, ананасы в магазине не купишь по той цене, по которой хочешь. Ну, вот, как бы, вот такая она, на самом деле, она есть при глубоком рассмотрении, эта логика, она очень ущербная и ошибочная, но она очень хорошо ложится на запросы, там, вот, верхних децелей общества, там, первых, там, 10-15% и богатых людей. И она очень хорошо ложится на уши подражателей, то есть людей, которые хотят стать такими, как богатые люди, но думают, что они должны подражать в идеологии, а богатство, оно приложится. Ну, а получается, все наоборот, они голосуют за этих людей, думая, что, разделяя их идеологию, они станут богатыми, а разделяя их идеологию, они становятся небогатыми, они становятся беднее и живут все хуже и хуже. Ну, это, как бы, такая отдельная история. Ну, то есть это, знаете, такие, на самом деле, детские моменты с точки зрения вообще понимания экономических процессов. Что здесь важно? Я просто об этом в феномене не только во время полномасштабной войны писал, еще до войны писал о том, что у нас очень серьезное искажение статистической информации и происходит неправильная интерпретация статистических данных. С чем это связано? С тем, что у нас где-то 50% экономики, ну, по данным Министерства экономики, где-то 30%, там, чуть больше, ну, а реально это 50% находится в тени. То есть теневая экономика, которая вообще, она исчезает из статистических радаров. То есть что происходит? Чем больше становится теневой экономики, тем больше удельный вес при определении различных статистических параметров возникает у официальных данных. То есть происходит вытеснение микроуровня, вытеснение середины. То есть я это описывал на примере, например, показателя средней заработной платы. Обратите внимание, у нас показатель средней заработной платы постоянно растет по статистике. Там сейчас, по-моему, уже там больше 20 тысяч гривен. Но до войны там тоже был достаточно высокий. Многие запрашивают, а подождите, где эта средняя зарплата? Я же, как бы, многие говорят, что получают меньше. А вот средняя зарплата, кто ее получает? Ну, понятно, что, как бы, медиальная зарплата, она бы давала более правильный ответ на уровень доходов трудовых в стране. Но что происходит? Получается, что ряд отраслей уходит из официальной статистики. И в результате, вот в этом официальном котле по определению средней зарплаты увеличивается удельный вес официальных секторов экономики с высоким уровнем зарплаты. Например, финансовый сектор, информация, телекоммуникации, бюджетный сектор, если брать не учителей, а людей, которые получают бюджетным сектором высокие зарплаты. Допустим, там, энергетика. То есть, вот официально получается, что чем больше вымывается из официальной статистики различных отраслей экономики и секторов экономики, тем больше удельный вес при определении тех или иных показателей у официальных, тех, кто находится в официальном сегменте. Это приводит к тому, что у нас может, в конце концов, остаться в официальном сегменте только один условный нафтогаз и его средняя зарплата. То есть, все остальные будут в тени находиться. Но это так как бы утрированно иллюстрирует. Поэтому в этом плане Нацбанк смотрит на эти статистические данные. Говорит, подождите, так у нас же все время растет средняя зарплата, у нас доходы растут. Вот это и вызывает инфляцию. Давайте повысим учетную ставку, чуть-чуть охладим потребительскую активность населения. Получается, что они не просто неправильно интерпретируют эти данные. То есть, они повышают эту же учетную ставку, как Нацбанк повышал. Ну, сейчас понижает это, еще год назад повышал. Они берут, повышают для того, чтобы охладить потребительский спрос, который на самом деле находится на низком уровне. Просто он в официальном секторе за счет этого сжатия высокий. А тут еще у нас определенное возмущение статистики произошло. Ну, как возмущение, это имеется в виду искажение данных. Оно произошло вследствие того, что вот сектор обороны, например, там же зарплаты достаточно высокие. Ну, я здесь не только говорю в контексте именно статистики. Я считаю, что они абсолютно заслуженно выплачиваются людям, которые воюют. Я именно, я только в контексте статистики об этом говорю. Ну, там там, допустим, 100 тысяч для тех, кто там на линии фронта, там 30 или 3000 в ТУ. То есть, это все заслуженные деньги. Тут вопросов никаких нет. Но я считаю, что и больше нужно платить. Но я именно в контексте статистики говорю. Это что же влияет на показатель средней заработной платы? А получается, что среди средних доходов, точнее. Получается, что огромное количество экономики где-то больше 50%. Она выпадает из этой статистики. Это, например, все пенсионеры, их 10 миллионов. И там 70% получают среднюю пенсию ниже. А это там 5 тысяч гривен и ниже 5 тысяч гривен. Это чуть больше 100 долларов в месяц. Это 2, там 3 доллара, 3 доллара в день. Это вообще как бы ни о чем. Выпадают семьи, в которых есть дети, потому что детей нужно содержать, они в этой статистике не участвуют. Выпадают люди, которые получают зарплату в конвертах, которые работают самозанятыми. То есть это выпадает в больше половины страны. Вот и получается, что если бы всю эту статистику учесть, то мы бы увидели сейчас не рост доходов, а наоборот катастрофическое падение реальных располагаемых доходов населения. Поэтому у нас инфляция вызвана не инфляцией спросом, а инфляция вызвана инфляцией предложения. Потому что инфляция себестоимости, инфляция себестоимости военного времени, потому что логистика подорожала, риски выросли, риски тоже закладываются в стоимость товара и услуг. Энергетика, посмотрите, какой удельный вес в инфляцию вкладывает рост цен на электроэнергию. Это колоссальный инфляционный толчок, который сейчас произошел в этом году. Где-то на, если просто боюсь ошибиться, так по памяти называю, на 40% рост в среднем электроэнергии произошел для промышленных предприятий, которые фактически закладывают это потом в себестоимость продукции. То есть у нас инфляция имеет не потребительскую природу, она имеет природу себестоимости, роста себестоимости производственной природы. Это инфляция предложения. Потому что те же услуги, например, когда электроэнергию отключают, и собственнику кафе или парикмахерской нужно включать генератор, а там себестоимость киловатта 20 гривен на бензине или на чем работает. Это же тоже потом вкладывается в стоимость услуг. Поэтому это проблема интерпретации данных и проблема в том, что многие люди говорят то, что от них хотят услышать, и то, что они привыкли говорить в рамках той парадигмы, в которой они существуют как лидеры общественных мнений. Они лишены способности независимого мышления, они лишены способности широкого горизонта мышления. Поэтому, честно говоря, обсуждать их позицию абсолютно бессмысленно, потому что мы с вами можем... Вот смотрите, в чем заключается матричный характер мышления? Вы, допустим, вспомнили фурфурсу. Вот в чем заключается матричный характер мышления? В том, что вы можете с точностью до 99% предсказать его фразу или его комментарий по поводу того или иного события. То есть, допустим... Да, то есть любой экономический какой-то... Берите маркер, какое-то экономическое событие и берете и просто моделируете возможные комментарии фурфурсы. И вы попадете на 99%. Это вредит о том, что это абсолютно матричное мышление. То есть человек находится в рамках вот этого тоннельного мышления, и предсказать его комментарий очень легко. Поэтому нет смысла комментировать, потому что мы знаем наперед, что он скажет на самом-то деле. — Очевидно. Но в любом случае, я хотел узнать ваше мнение. Большое спасибо, что нашли время на общение со мной и со зрителями моего канала «Дикий лайв». Жму вашу руку. Благодарю вас. Надеюсь, на благосклонность в будущем. Спасибо вам, Алексей. — Да, спасибо. Призываю всех подписываться на мой телеграм-канал «Аналитика Куща». — Да, безусловно. Кстати, я обязательно постараюсь в ссылке в описании оставить информацию. Тоже рекомендую. Спасибо вам. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что делитесь этим видео. Лайкайте и комментируйте. Меня зовут Виталий Дикий. Это канал «Дикий лайв». Сегодня нашим гостем был экономический обозреватель, финансовый аналитик, экономист Алексей Кущ. Пожалуйста, не теряйте оптимизм. Через небольшой промежуток времени встретимся. Мы будем верить лучше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин